Зарядка, тренировка, ОФП, тестовые поединки. И так каждый день. Уже традиционно летом тэквондисты Владивостока и соседних городов проводят тренировочные сборы в преддверии крупных выездных соревнований. В этот раз смена боевого лагеря прошла на кампусе ДВФУ, где в течение двух недель спортсмены совершенствовали свою технику. График у нас был три тренировки в день. Некоторые сейчас, кто еще готовится к первенству в России по юниорам, они после этих сборов еще полетят на Сахалин на сборы, там еще двухнедельные сборы будут. Поэтому график плотный, спортсменов готовим. Надеемся, что все-таки правильно все сделали на этих сборах и результат будет. А готовиться есть к чему. Сразу четыре крупных мероприятия ждут наших тэквондистов. Это восьмая спартакиада учащихся России, первенство страны среди кадетов и юниоров, а также международный чемпионат в Южной Корее. Самая интересная борьба, по мнению наших спортсменов, развернется именно на азиатской площадке, ведь там сойдутся сборные из 60 стран мира. Я уже несколько раз участвовал на соревнованиях такого уровня. Я, в частности, в Корее уже завоевывал третье место и хотелось бы подняться выше. Ну, иностранных тэквондистов можно выделить именно скоростно-силовую подготовку. У них очень высокая физика, в частности, физическая подготовка, в особенности азиатских спортсменов, так как, ну, именно они были основоположниками этого спорта. Но, несмотря на наличие в календаре международного турнира, приморцы собираются сделать больший упор именно на первенство России. Там, как-никак, можно отобраться в сборную страны. А это мечта почти каждого юного тэквондиста. Поэтому самым целеустремленным из них порой даже не хватает такого объема тренировок. Я еду на Россию, первенство. И сборы нужны намного сильнее, больше. В этот раз поедет всего 5 человек, ну, с нашего клуба. Ну, я думаю, может, что-нибудь займем. Хотя призы зайдем. Попытаемся. Отбор спортсменов, которые непосредственно поедут защищать честь Приморья, уже прошел. Впереди череда соревнований разного класса, и проявить себя нужно будет везде. Ведь тэквондо – олимпийский вид спорта. А значит, сейчас, за три года до Олимпиады в Токио, самое время нарабатывать опыт и копить заветный рейтинг для попадания на это крупнейшее спортивное мероприятие. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.